Всем привет, с вами Apex. Пока в сети бурно обсуждают новую модель SDXL, мы поговорим о свежем обновлении на сайте Леонардо. Разработчики регулярно радуют нас полезными нововведениями, и вот буквально пару часов назад вышло очередное обновление с интересными фишками. Во-первых, теперь при входе в приложение нас встречает красивый заставочный экран с лучшими работами пользователей. Сейчас это заглушки от самой платформы Леонардо, но в ближайшее время будут появляться работы участников. Не могу сказать, что этот экран будет у вас перед глазами очень часто, но новые пользователи должны оценить. Кроме того, разработчики исправили несколько мелких багов в работе сайта и улучшили проверку файлов при загрузке, чтобы это не значило. Еще одно заметное улучшение, теперь можно менять разрешение генерируемых изображений с шагом 8 пикселей вместо 64. Это дает большей точности в настройках, правда теперь приходится немного лучше целиться, чтобы попасть в необходимое значение. На самом деле это действительно полезная вещь, потому что иногда нужны промежуточные значения, которых раньше не было. Также недавно добавили небольшую мелочь, которая очень часто выручает, это изменение соотношения сторон. То есть теперь не нужно менять местами ползунки, теперь достаточно нажать лишь на одну кнопку, и значения будут меняться. Теперь ждем, когда разработчики сделают возможность писать значения вручную. А теперь самое вкусное. Добавлено две новые модели. RPG версия 5 и аниме Pastel Dream. RPG у нас предназначено для генерации фэнтези и RPG персонажей, и все, что с ними связано. А аниме Pastel Dream, исходя из названия, предоставляет нам возможность делать аниме персонажей, аниме рисовку. Уже сейчас можно посмотреть, какие изображения генерируют пользователи. Думаю, фанаты аниме будут в восторге. Ну а модели RPG версии 5, предназначенные для генерации фэнтези и RPG персонажей, предназначены не только для их генерации, но и также для генерации фотореалистичных изображений. С этим очень неплохо справлялась и четвертая версия, посмотрим, что будет делать пятая. В целом обновление получилось отличное. И полезные изменения, и новый функционал. Как всегда, разработчики Леонардо нас радуют. Обязательно обновите страницу и протестируйте все сами. Не забывайте заходить на официальный сервер Леонардо, где можно быть в курсе всех новостей раньше остальных, видеть все предстоящие ивенты и стримы, не только на иностранном языке, но и на русском. Также можно посмотреть гайды участников и продвинутых пользователей, а также подключиться к русскоязычному комьюнити, поболтать, пообщаться, поделиться изображениями и весело провести время. А с вами был Айпикс, у микрофона модератор Дима. Всем спасибо за внимание. Пока.